Друзья, вернулся я, сел за компьютер. Тема, оказывается, геопатогенный зон безбрежная. Информация гигантская. Лучше даже не смотреть, потому что если у кого еще голова на месте, крышу снесет точно. Вот, приближается время расставания. Я решил показать еще то, что вам должно пригодиться, и предупредить о том, чего вам не пригодится. Смотрите сюда. Пока, казалось бы, элементарных вещах. Мы с вами сделали простейшую рамку. Вот, вы видите, рамки, ну, назовем их, изощренные. Для меня абсолютно никакой разницы нет. И вот эти рамки, посмотрите на них. А вот они уже стали освоены промышленностью. Видите, это все стоит денег. Это сделано великолепно. Не отрицаю. Разницы практически нет. То есть, лозоходец может обыкновенным куском дерева все это замерить, что мы мерили с вами. А средний величинный человек, подчеркиваю, если у него биополе чуть-чуть заметно, а таких миллионов, он может пользоваться любой из этих рамок. Ну, и даже ему хватит обыкновенной Г-образной, которую я изготовил на ваших глазах. Вот. Это уже коммерция. Наверное. То есть, я не сомневаюсь, что в моих руках они работали бы так же, не хуже. А вот лучше ли, не знаю. Мне такое подарили. Я это еще так же одно время пользовался, потом, пока дети не сломали. Вот. Видите, красота какая. Вот она, лоза. Вот снова. И получается, что это теперь коммерция. Покупайте. Ну, зачем самому делать? Любая из этих рамок, что я до сих пор пролистнул, работать будет не хуже моей простейшей Г-образной, сделанной из куска электрода. Вернее, так, из сердечника электрода. Вот и все. А вот еще. Видите, как кто-то взял да нарисовал. У него и размер это 120 на 240. Если на мейк посмотреть, наверное, такие есть примерно. Это не принципиально. Не принципиально. О, с подшипниками. Великолепно. Великолепно. И так это стало коммерцией. Это стало коммерцией. Вот. Видите, что все это можно изучать, но если вы уже станете профессионалами. Здорово. Прекрасно будет крутиться в ваших руках. Не сомневайтесь. И такая, и такая, и такая, и такая. То есть, денег не жалко, покупайте. Денег жалко, делайте сами. Можете простую, можете вот наподобие этого. Все они будут работать. Все. Вот. Опять лоза. Никого не укоряю. Никого не призываю. Вот. Все зависит только от кошелька. Сами делайте. Вот видите. Хотя я сам придумал эти самые, как их назвать. Вот они. Это кто-то от шариковых ручек вставил футляры. Точно так же, как я. Вот такую мне подарили. Ну, ребята, дети умудрились из нее сделать несколько зверей. И получилось вот. Называется она жезл фараона. А вот. А тут еще с добавлением термореактиватора. Но у меня была без такой ручки. Вот. Все это имеет право на жизнь. Главное иметь собственное биополе. Больше одного метра. Вот. Ну и немножко терпения. Все это элементарщина. Так, все, кончились эти самые. Ну, то есть я нашел только в одном месте. А там, знаете, их набирайте, как я набрал. Вот видите, белые локационные рамки. Чего вы только не увидите. Все, тему с рамками закрыли. Теперь вы специалисты. Кто-то из вас станет профессионалом. Почему? Я представляю, что вы научились ими владеть. И начинайте помогать людям переставлять мебель, как я это делал. Так. Теперь у меня еще кое-что для вас. Смотрите сюда. Вот это вот я набрал. Тема близкая к этому. Называется Дорога смерти. Биолокация. Это я набрал три слова. Ну и теперь, естественно, видите, как написано. Нашлось 28 миллионов результатов. Это там, где упоминается дорога, где упоминается смерть, где упоминается слово биолокация. Вот. И что получается? Сейчас я вам покажу, почему нас считают городскими сумасшедшими и почему нас не любят. Я вынужден это сделать. Почему? Если сейчас вот в том ролике, который у меня называется, это самое, этот ролик, он находится в этой серии, да, я вынужден вам его показать. Вынужден. Так. Сейчас я вам его покажу. Вот. Я кому-то из ребят отправлял вот эти видеофильмы. Мне их так быстрее найти. Обратите внимание, вам все 200-300, я их доиспорта считать не могу. Они все нужны. Почему? Потому что вы хотите иметь здоровье, вы хотите иметь сад. И вот оно пошло-поехало. Я сейчас дойду только до часть маленькую. Покажу. Видите? Это я надеюсь, что я помру, а в школах появится вот это все. Вот потому что в сады-то кто-то должен выращивать, если ни один выпускник вуза с красным дипломом ни одно дерево вырастить не может. Вот. Я налистал только до сюда. Это примерно одна треть от всех. Вот. И вы видите как-то называется ролик, ссылка, который называется «Садоводство для избранных судьбой 12» или «Спасите наши души». Вот. Я очень прошу, а так как этот мне список составлял Андрей Иванович, Денисенко, он поймет, что вот этот надо вставить. В самом конце люди увидят пронзительный фильм, где я обращаюсь к президенту, где я рассказываю про ручное управление. Немного меня сбил телефонный звонок. Вот. О чем же я говорил? Итак, я говорил, что в нашей стране все решает ручное управление. Президент может дать команду разобраться с этим вопросом. Те, кому он даст команду разобраться, скажут, что это все сумасшедшее. При Сталине бы им можно угодить. Мог приехать Воронок, при Брежневе ко мне мог приехать санитары. Знаете, какие санитары? С такими рубашками, с длинными рукавами. Вот. А сейчас все по барабану. Просто все по барабану. Кричи, кричи, говорю, что я спасаю, помогите спасти миллионы людей, которые умирают на дорогах. Погибают. Миллионы. Бесполезно. А вот это не значит, что президенту по барабану. Сама система чиновничества в этом фильме об этом сказано. Вот этот фильм, номер 12, садоводство для избранных судьбой или спасите наши души. Там об этом сказано подробно. Речь идет о миллионах. многие мозги ослабленные, с похмелья, усталые, сонные. Есть еще люди сомнаболые, люди внушаемые. Вот. Если вы мне не верите, сейчас я вам кое-что покажу. А это будет как дополнение уже к этому фильму. Фильм этот вы увидите в самом конце. Итак, переходим сюда, в следующий этап. Но я сейчас по хитрому начну. Смотрите. Ой. почему из нас делают городских сумасшедших. А, начну я немножко с другого. Я об этом упоминал, как в статье, по-моему, есть. Или в одной из статей. Значит, и так, показывают крупную аварию, погибает чиновник, очень крупный, но областного разлива. Там, то ли губернатор, то ли зам. Очень крупный чиновник, но областного разлива. То есть, и я впервые увидел, что на такой аварии присутствует мой брат экстрасенс. Ой, это по Фреду. Мой экстрасенс, еще раз говорю. Вот я инженер, но я еще и биолокатовщик. Это часть инженерии. И вот такой же биолокатовщик там присутствует. Убрали трупы, трупы убрали, дорогу очистили. Он меряет и говорит, посмотрите, там страшное дело. Здесь страшное биополе, это является причиной. Это я видел большой сюжет в этом новостях, но сюжет был не коротенький, там несколько секунд, а несколько минут все-таки ушло на это. и после него подсунули микрофон чиновнику тоже довольно крупному, который равнодушно рядом сказал. Не то, что сказал все это ерунда, он сказал, нет, он так не говорил, нет, биолокатовщик тоже не простой мужик, солидный, трудно обозвать его. Вот он просто сказал, знаете, нужно просто ездить осторожно. То есть для чиновника это пустой звук, вот это все, о чем мы с вами говорим. И миллионы людей, я говорю, не тысячи, я не оговорился. Если брать страну, СНГ, Европу, Азию, это миллионы, миллионы бесконечно, и не только трупов, но самое страшное, людей, приговоренных на всю жизнь к генуалидным коляскам, неподвижности, вот, каким-то аппаратам искусственного дыхания, искусственной почек и прочее, прочее, коллег, когда смерть, это избавление, вот это все нас ждет и будет продолжаться до бесконечности. Попытка моя такая. Сейчас я, во-первых, объясню, почему нас считают сумасшедшими. Вот. Я просто, вот набрав дорогу смерти, я просто... В России есть, по крайней мере, одна нехорошая квартира, о ней даже написан роман. А вот нехорошие перекрестки, опасные дороги и пруть. Я сокращаю. А вот наш инспондент, Александр Корнилов, решился поговорить. Смотрите, вначале все правильно. Дорога смерти. Вначале все правильно. На выезде из столицы вдоль трассы Москва-Рязань развернута оживленная торговля траурными венками. Далее по пути ими усыпана вся обочина. Полутора километровый участок трассы, примыкающий к городку Лыткарино, напоминает кладбище. Новые венки вдоль дороги появляются постоянно. Память о жертвах ДТП. Знаете, почему я сейчас прервался? Сказать? Вы теперь моё кредо знаете. Там, я даже не меря скажу, статистика за это. Там страшная гепатогенная зона. А знаете, что он сказал? Как он порочит вот этот самый чиновник, но он вроде бы на моей стороне. Там как это его назвали-то каким? Космопоиск, да? Там тоже много умных людей. Но сказать, что причина в том, что рядом разбился космический корабль, ну, и кто после этого станет верить всерьёз этим же тем, кто по мою сторону баррикады. Ну, поняли, да? Вот. И, наконец, ой, страшно, я говорю, я когда этого увидел, я был в шоке. Разбился корабль, ага, вот тебе и причина от дороги смерти. Вот так они порочат саму идею. Вот так преддивиденту преподнеси. Да ещё один псих. Вот что он скажет. Потому что нормальный человек это воспримет, что там корабль космический. А теперь смотрим сюда. Так, сейчас мы смотрим сюда. Сейчас мы смотрим сюда. Ага. Вот куда мы пойдём. Вот это вот наш весь фильм. Это сюжет по несколько минут, а 15 минут. Он будет состоять из двух или трёх частей серии. Вот. И вот я здесь же, чтобы всё было в кучке, нарисовал вот это вот. Смотрите сюда. Это я набрал чуть-чуть другие слова. Я патогенные зоны, деревья, вот эти слова набрал и сразу наткнулся на фотографии. Вот. Почему я их показываю? Ну, красные речи или нет? Наверное, их миллионы. Вот. Тут их можно найти их тысячи. Вот сейчас я хочу, чтобы вы немножко были в шоке. Вот смотрите, там всегда нормальные деревья растут, да? Какая страшная сила изувечила это дерево. Заметьте, оно не погибло. Большинство погибали. Знаете, мы же садоводы с вами, да? И сайт садоводческий, и обсуждаем садоводческие темы, и всё близко к садоводству. Вот. У нас мало того, что попадая из, с юга, с самых южных, когда-то садоводство шло в Италии, Испания, Голландия, Германия, Польша, Украина, Южные районы России, потом Севернее, Севернее, Подмосковье, пошло на восток. На восток, на восток, Южный Урал, Южная Сибирь, и до Дальнего Востока. Вот. И местами где-то это всё приживалось, но это уже благодаря отдельным энтузиастам, перед которыми я склоняюсь. Вот. Но везде деревья находились в стрессовом, диком, страшном состоянии. Граница выживания. Но я таких деревьев видел уже десятки тысяч. Да, граница выживания. Да, чувствует себя паршиво. Сколько я уже, помните прогулки по саду? Помните, я сейчас показал вам эти ролики, сотни фильмов? Вот. Сколько там всего? Вы где-нибудь такое видели? Нет. Почему? Потому что на моём питомнике есть пара гепатогенных зон, которые я обхожу как это, как гремучую змею ядовитую. Вот. И нигде на ровном месте вот это вот не растёт. Хотя деревья находятся на границе выживания. Естественно, попадая в гепатогенную зону, они гибнут по-страшному. Но ведь это дикий лес. Вот это дерево, они знают, что за дерево. А это даже в данном случае не имеет значения. Вот наверняка такой же, как вот те вдали. Вот. Оно изуродовано, а погибнуть не могло. Оно дикарь, оно дикое, у него страшная жизненная сила. Оно его корёжило, его это как про хрустово ложе, а оно живо. Поняли? А плодовые деревья, посади его сюда, мрут как мухи. Листаю я эти страшные фотографии. Вот в страшном бреду невозможно это всё увидеть. в бреду невозможно, а в жизни есть. Вы понимаете, какая страшная сила их изогнула? А вот это видели? Вы представляете, что творится? Узлом завязаны. Узлом. Ну. Я вот сейчас объясню вам. Сейчас выберу наиболее яркую картинку. Это же не рисунки. Это всё жизнь. Смотрите сюда. Вы видели, что творится? Вы видели, какая природа? Вы видели вот это? А теперь я, наверное, на этом остановлюсь. Ну, сейчас ещё парочку. А, почему эту девушку? Вы знаете, я с ней на фотографии делал прям с экрана вот эти вот самые страшные фотографии, страшнющие, жуткие, которые даже в ряду не увидишь. И тут же фотографии этой милой девушки. А теперь я почему её всё-таки не пропустил, эту девушку, а взял и показал. Сейчас поймёте, почему. Вот. Теперь, вот когда вот это, вот кто, я тут же впервые я увидел вот это вот, общие признаки воздействия геопатогенных зон. Вот. Кто-то умный вот это написал, нарушение сна, вялость, слабость, повышенная, мурашки, зуд, озноб, дрожь, ой, дыхательная аллергия, астма, ой, 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 всё пересислено. Вот, вы знаете, тут не надо даже брать эту самую энциклопедию медицинскую. Всё есть. А теперь смотрите на это. Помните, о чём я вам говорил? На супружеской паре в геопатогенной зоне. Нарушение функции оплодотворения и др. Вот это др, когда всё-таки оплодотворят, получается, дети больные. И потом всю жизнь, страшная жизнь с больным ребёнком, с инвалидом. С одной стороны, любовь, с другой стороны, жизнь превращается в ад. А в ад превращается, потому что академия нихрена не занимается этим делом. А без команды свыше, не это. А команда свыше, они же это. Есть комиссия по борьбе с женнаукой. Вот. Представляете, это и есть женнаука, считается, понимаете? А я сколько видел, ведь один из этих членов комиссии, он постоянно, там, где начинает каких-то вызовет, приглашает экстрасенсов, этих самых астрологов, вот, всевозможных этих, каких ещё зовут-то, которые людей гипнотизируют, гипнотизёров, вот, и он сидит с онным видом, и кто-то доказывает что-то там про Луну, про это, про то, что за тысячу километров кто-то что-то уловил, кто-то предметы двигает, он, нет, этого нет, этого нет, этого нет, этого нет, этого нет, этого не может быть, наука говорит, что это, ну вот, многие примеры невозможно подтвердить и убедить, знаете почему, в науке есть одно прекрасное качество, но которое сдерживает её развитие, оно называется так, опыт признаётся доказательством, если он повторим, поняли, вот, а здесь миллионы, миллионы трагедий, сколько ещё повторять-то надо, ведь когда, если вдруг каким-то чудом в администрации увидит этот фильм и вдруг кто-то проникнется и там на сотни людей в администрации, людей ответственных, хоть один-то найдётся нормальными, нормальной психикой, я так скажу, которым не по барабану, то, что там внизу какие-то там эти совки, какие-то там эти, как бы ещё называть, быдло, ещё это самое, ну, миллионам меньше, миллионам больше, меньше миллионам, меньше пенсии платить, вот, старики перочи, вымирают от этих зон, и вот получается так, что обратись с администрацией, а вы, господа, что скажете, вот тот самый скажет, член науки по борьбе, вот тот член и скажет, поняли, что он скажет, это одно, теперь смотрите сюда, это из меня эмоции хлещут, куда, видите, вот эту девушку, вот, видите дом, я не знаю, кто там живёт, это так сопало, вот эта вот страшная картина, которая ни одного академика не зацепит, ну и растёт так, генетически положено, не положено, не положено, вот так вот, вот таким узлом уж завернуть, это какое страшное биополе, как оно всё искривило, в этом доме, если биополе туда зашло, случится, или случилась страшная трагедия, только никто этого не понимает, и понять не может, понимать могут только отдельные люди, но у нас нет ни сил, ни власти, у нас нет зубов, у нас нет никакого оружия противоравнодушия, видели страшную картинку, вот, а теперь вот эту девушку, да, вот эту девушку, представляете, что дом вот сюда всего лишь на пару метров передвинули, это внутри дома, и тут стоит кровать, но это-то, ни на кого не действует, никому не помогает, вот, не знаю я, будет ли ещё сюжет, или, наверное, всякий случай с вами прощаюсь, почему, потому что, пока я снимал этот минифильм, я себя маленько сжёг, вот, я пытался, никакого этого самого, не было планов, никаких не было, споргалок не было, никаких этих самых, конспектов, я всё говорил экспромтом, но перед этим ночью, я прокручивал каждое слово в уме, что-то забыл, очень многое забыл, вот, перед нами страшная трагедия, трагедия равнодушия, вот, посмотрите, сегодня два ролика, один оптимистический, другой пессимистический, и, возможно, я уже сто раз зарекался, что последний фильм, всё, друзья, до свидания, пока, на всякий случай, прощаюсь, до новых встреч, которые будут состояться, вот, телевидение, ко мне собирается приехать, меня в Абакан зовут, и там будет телевидение, но телевидение местное, до Москвы не доходит, ничего, ну, прочту я лекцию в Абакане, ну, покажут в новостях, вот, железо, вот, что-то там вырастил, и на этом всё, а вот эта тема непознанного, останется, похоже, навсегда непознанной, вот, тот фильм, который называется, спасите наши души, мой, который вы видите сейчас, через несколько минут, сколько там, тысячу или полторы просмотров, никакой реакции, и обращение к президенту, никакой реакции, я понимаю, их тысяча, может, и миллионы, вот, но такое оно особое, вот, страшно, когда люди не чувствуют за собой ответственности, страшно, когда наука потеряла любознательность, элементарную любознательность, вот так, я своё дело сделал, я теперь могу жить спокойно, с чистой совестью, да, докричаться не могу, погоны не те, садовод-любитель, бывший фермер с сожжённым садом, вот, и количество просмотров, видели, мизерное, где-то 300, где-то 1000, где-то 70 тысяч, или 50, но это редкие фильмы, столько набрали, буквально несколько, а против меня миллионы, 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 на этой грустной ноте я с вами прощаюсь, и с просьбой, присылайте эти самые ролики друг другу, ну, хотя бы этот фильм, спасите своих, научитесь ходить рамками, спасите своих друзей, спасите своих знакомых, вот, почему я так говорю, потому что, ещё один сюжет, я обещал снять, дорога Саногорск-Бея, едет человек в нём двое, брат с сестрой, взрослые люди, машина опрокидывается, брат ушибы, сестра мертва, на следующий год, этот же самый, брат, уже с другом, с другом, едут по этой же дороге, в этом же месте опрокидываются, на этот раз погибают оба, случай доподлинный, знаете, почему он не вошёл в этот сюжет, в этот фильм, помните, я обещал съездить, показать, исчез этот самый, знак памятный, ну, сами знаете, о чём речь идёт, вот, исчез, я не нашёл это место, конечно, если бы я с рамками бы, проехал всю дорогу, потому что я в авариях не участвовал, единственное, что они мне сказали, люди были в шоке, это же самое место, где была первая смерть, и вот эти две смерти, в прошлое время, в этом же месте, случайно, что заговорили, ну, понятно, сглаз, порча, колдовство, наведённое, прочее, вот, чепуха, я инженер, я говорю, это геопатогенная зона, один и тот же человек, два раза, заметьте, одни и те же мозги, два раза попали в эту зону, я два раза прокинулась машина, вот, это статистика уже, хотя и говорят, что у нас в стране, самое главное, виду лжи, статистика и метеорология, вот, но это не совсем так, это шутка, понимаете, что творится, да, я не мог найти это место, знака не было, вот, ну, исчез, знак, где авария, и получилось так, что я с рамками его не померил, но я и так не сомневаюсь, вот, насколько все страшно, перед, сейчас вся надежда на что, если тысяча людей перешлет еще двум тысячам, две тысячи перешлет еще десяти тысячам этот ролик, когда он охватит всю территорию, когда люди поймут, что творится, вот, это зависит только от вас, от гражданской позиции, я не могу один, я сжигаю себя, я заканчиваю, вот, потому что отдаю этому всю энергию, вот, когда пойдет по всем краям, вот эти самые ролики, когда люди возьмут руки, не все, но рамки послушаются многих, тысячи, тысячи людей, лучше десятки, лучше сотни возьмут эти рамки, когда они пройдут по своим квартирам, и увидят, что там, а это так просто, как вот, ну, тут уже проще этого, на этой науке не существует, если, конечно, не выдумываешь сказки про космические корабли, вот, которые бороздят просторы большого театра, пункти этого.